Смотрите сегодня в программе. Главная интрига связана с масками, которые носят на лице все обитатели мира и экс-машина. Магию крови, она же Blood Magic по загранпаспорту, создала меньше чем за два года неизвестная до этого студия Скайпола. Сюжет Возмездия разворачивается спустя 50 лет после событий первой части. Поразительно, но до сих пор никто не догадался сделать игру про кино. Привет, это ФАК, программа из трех букв, но с очень глубоким содержанием. Меня зовут Борик Роттер. Сегодня я расскажу вам о четырех игрушках, которые не дают покоя нашим зрителям. Итак, начинаем. Белорусский автомобильный завод, сокращенно БелАЗ, был построен в 1950 году. Первый карьерный самосвал БелАЗ-540 появился на свет в 1961 году. Его грузоподъемность была около 40 тонн. Последняя разработка завода способна перевести уже 280 тонн. А самый большой грузовик в мире – немецкий. Он может поднять почти 400 тонн груза. Ну что, догадались, о какой игрушке сейчас пойдет речь? Огромные грузовики будущего с пушками. Вот такого калибра. Полностью в нашем распоряжении. Благодаря разработчикам экшн-РПГ. Экс-машина. Екатеринбургская студия Тарген Геймс появилась в 2002 году. А уже в 2003-м в магазины попала игра «Магия войны. Тень повелителя». Через полгода вышло продолжение «Магия войны. Знамена тьмы». С весны 2005 года студия входит в состав НИВАЛ. Экс-машина – первый продукт Тарген Геймс в качестве подразделения НИВАЛ. В России издательством игры занимается компания Бука. Локализованная версия в продаже с 8 декабря 2005 года. В конце этого года ожидается выход продолжения под названием «Экс-машина Меридиан-113». У различных игр разные требования к компьютеру. Боевики обычно требовательны к видеокарте. Ролевые игры – к свободному месту на диске. Стратегии – к оперативной памяти. Экс-машина смогла выделиться из общего ряда. Ее производительность зависит от скорости обмена информацией с жестким диском. В такой ситуации хуже всего ведут себя устройства, подключенные на один шлейф с CD-ROM. Не обошлось и без утечек памяти, когда программа резервирует по операционной системе память, а после забывает освободить ее. Именно с этим связаны регулярные зависания игры на некоторых компьютерах. Но решить проблему в Windows XP довольно просто. Необходимо установить флажок в меню «Виртуальная память» на пункт «Размер по выбору системы». Что же касается остального железа, то для хорошей игры потребуется процессор Pentium 4 с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 2 ГБ на жестком диске и видеокарта класса NVIDIA GeForce 3 или Atira Dawn 8500. 2011 год. Над территорией одной из стран Ближнего Востока замечен неопознанный летающий объект. Силы противовоздушной обороны сбили НЛО, и к месту катастрофы отправилась научная экспедиция в сопровождении военных. Вскоре в различных местах планеты начали умирать люди. С небес падали птицы, массово погибал скот. Люди в панике покидали города и искали спасение далеко от своих жилищ. Официальной версией властей был ядовитый газ. Постепенно возникли новые поселения, были налажены связи между городами. В новом мире опасным и странным особым почетом пользовались водители-дальнобойщики, перевозящие жизненно необходимые грузы. Вся эта предыстория остается за кадром. Сама же игра начинается с того, что главный герой, достигнув совершеннолетия, на ржавом Рыдване покидает родное селение и отправляется в свободное плавание. Долгие поиски виновных приводят главного героя к разгадке того, что же все-таки случилось с землей. Но главная интрига связана как раз с масками, которые носят на лице все обитатели мира Экс-машина. Чего у Экс-машины не отнять, так это обаяние. Грузовички выглядят настолько мило, а музыка настолько атмосферная, что игра сразу располагает к себе. На этом фоне не обращаешь внимания даже на простенькую по нынешним временам графику. Стилизация решает все. Но только не в нашей программе. Я днями и ночами честно читаю ваши письма и решаю даже самые сложные проблемы, с которыми сталкиваетесь вы по ходу игры. Вот, например, вопрос по поводу Экс-машины. В первой локации на территории заброшенной больницы один из наших зрителей нашел медикаменты, но не знает, что с ними делать. Медикаменты надо отдать ученому в центре карты Край. Точное место подскажет старый солдат в трое к цом. Но ему придется заплатить 100 монет. Следующий вопрос касается артефактов миссии Оракула. Не всем удается сразу отыскать их. Первый находится около дома с красной трубой, которая, примыкая к нему, образует с домом острый угол. В этом самом углу расположено нечто похожее на тележку, которую используют носильщики на вокзалах. Для поиска второго артефакта необходимо выехать на железнодорожные пути, а затем свернуть направо. Там будут два развалившихся домика. Между ними и лежит второй артефакт. Компьютерные игры чем-то похожи на одежду. Мы к ним привыкаем. Мы из них вырастаем. Мы радуемся обновкам, но не желаем расставаться со старыми. Каждую приобретенную новинку мы придирчиво рассматриваем на предмет сходства с чем-то привычным. Ищем знакомые черты, недовольно морщимся от неудобных для нас различий. Приступая к знакомству с магией крови, я честно попытался понять, на что же она похожа больше всего. Вывод был таким. На многое понемногу и ни на что в целом. Поэтому описывать я ее буду, не сравнивая ни с чем, но рассматривая как своеобразную вещь в себе. Магию крови, она же Blood Magic по загранпаспорту, создала меньше чем за два года неизвестная до этого студия Skyfallen. Игра выглядит как российский Диабло в полном 3D. Выяснилось, что Skyfallen новички лишь теоретически. Один из участников команды бывший сотрудник известной студии Barat. Именно он в ответе за первоначальное технологическое демо Creed. То самое, что сразило наших и западных журналистов самое сердце. Итак, что же такое Blood Magic? Это роскошный движок с шейдерами последней версии. Оригинальная магическая система, при помощи которой вам лично придется готовить коктейли из заклинаний. Отменный дизайн и отличная архитектура. Под вопросом остается только баланс. В текущей версии его попросту нет. Такого красивого экшен-РПГ я не видел уже очень давно. Сакрот номинальный конкурент магии крови. Не выдерживает никакого сравнения. Он теряется в буйстве цветов, высокополигональных моделях с самозатемнением и роскошном интерфейсе. Геймплей состоит из уничтожения монстров в промышленных масштабах, собирания артефактов, накопления опыта и прокачки персонажа. Прелесть этой игры в деталях, грамотном подходе и заботе об игроке. Магия крови не пытается совершить жанровых потрясений. Авторы делают тот же Диабло, но лучше, красивее, удобнее, интереснее. Рекомендуемые требования к системе – процессор 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 128 МБ видео. Особенностей у магии крови несколько. Привычная нам система сохранений и загрузок в игре отсутствует напрочь. Сохранение всегда одно – момент прохода через портал. Если вы умираете, то возрождаетесь в этом портале. На месте смерти остаются все игровые деньги и кое-что из имущества. Создатели игры с некоторой иронией позаботились о том, чтобы вы нашли там же собственный череп или глаз. Иногда в левой части экрана появляется окровавленный меч. Это признак того, что ваша боевая эффективность превысила некий порог. И теперь за каждое последующее убийство вы будете получать дополнительный процент опыта. Его значение отмечено цифрами на рукояти меча. Если же меч покрывается кровью до самой гарды, меняет форму и становится изысканно зазубренным, значит вы поистине ангел смерти. Привлекательно выглядит возможность комбинирования заклинаний, при котором возможно как усиление базового заклинания, так и добавление в него новых поражающих факторов. В ролевой системе магии и крови полностью отсутствует формальная специализация героя и понятие мультикласс. Игроку представлена полная свобода в развитии персонажа. Любой полученный навык или показатель не будет уменьшать других. Более того, комбинации навыков и умений могут приводить к очень интересным положительным результатам. Итак, некоторое представление об игре мы с вами получили. Самое время перейти к прохождению. Небольшой совет. По пути в Гзука есть порт, на окраине которого стоит дедушка Мустафа Ибн Мустафа. И сулит несметные сокровища, если согласитесь пройти через портал на остров, где спрятаны эти сокровища. Сам он, видите ли, стар для такого путешествия. Согласны? Замечательно. Теперь шершавая правда жизни. Никаких сокровищ не было, нет и не будет. А будет вам руда урановая на руднике, где быть вам каторжником, а не кладоискателем. А назад либо сто тысяч платить, либо руду к печке таскать. Вот и выбирайте. Еще один вопрос был задан про последнего врага – моду. В бою с ним можно использовать разные тактики. Бойцу следует наложить на себя магическую защиту и сандалии ангела. На оружие накладывается заклятие огнем. Двигаться следует по спирали, сужая ее витки. В какой-то момент прыжок мистическим путем вплотную к моду и быстрая атака. После этого большой босс обычно телепортируется, а процедура повторяется. Можно воспользоваться боевой магией, чтобы дополнительно ослабить врага. Магу больше подойдет вариант атака с дальних дистанций заклинаниями «Молния» или «Огненный шар». Стоит также пользоваться постройками в качестве укрытий от магических контратак. Любая из тактик может быть охарактеризована словами «Медленно, но верно». Смотрите во второй части программы. Сюжет возмездия разворачивается спустя 50 лет после событий первой части. Поразительно, но до сих пор никто не догадался сделать игру про кино. Смотрите во второй части программы. Сюжет возмездия разворачивается спустя 50 лет после событий первой части. Поразительно, но до сих пор никто не догадался сделать игру про кино. Порой судьбы игр не менее драматичны, чем у людей. 12 лет создатели игр пытаются приблизиться к успеху, которым в начале 90-х пользовалась незатейливая по нынешним меркам игра. Ей хватало 20 мегабайт на жестком диске, чтобы заставить геймера час за часом сидеть с замирающим сердцем, глядя за развитием событий и внося свои коррективы в судьбу родной планеты. И снова, уже в который раз, кто-то рискнул воззвать к духу легенды. Впрочем, несправедливо оценивать игру как продолжение. Изначально чешская студия Altar Interactive обещала просто переделать старую XCOM Enemy Unknown, используя современные возможности. Но не удержалась, и два года назад вышла игра UFO Нашествие. Создатели не особо расстроились по поводу ворчания старых фанатов, в результате чего появилось UFO Возмездие. Гениальность серии UFO – общеизвестный факт. За годы существования она стала не просто живой классикой, а самой настоящей святыней. А имена ее создателей, братья Галопь, если вы не в курсе, навечно вписаны в игровую историю. Так было до тех пор, пока разработку долгожданного продолжения не поручили малоизвестной студии Altar Interactive. Который работал над проектом Original War, а сейчас готовит продолжение серии UFO – Afterlife. Не то, чтобы эти ребята оказались святотатцами, но со своей задачей они явно не справились. Слишком урезанной и невнятой вышла игра. Единственное, кто был действительно рад, это заскучавшие любители тактики. Прошло два года, за это время разработчики не только не поняли своих ошибок, но даже сделали сиквел. Поймите меня правильно, в Aftershock можно играть. Более того, местный геймплей способен доставить немало приятных моментов. Но это в том случае, если вы ничего не слышали про такие замечательные тактические игры, как Serpa Molot, Бригада Е5 Новый Альянс и Альфа Антитеррор. Или вообще не играли в первые две части оригинальной XCOM. Локализованная версия от фирмы 1С получилась очень спорной. С одной стороны, у нас хорошо подобраны шрифты и качественная озвучка. Чего стоит только тот факт, что голоса у персонажей случайным образом меняются при каждом запуске игры. Рекомендованные системные требования процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ видеопамяти. Кстати, на официальном сайте есть ссылка на версию для мобильных телефонов. Сюжет возмездия разворачивается спустя 50 лет после событий первой части. Вдоволь набитокурив, пришельцы в большинстве своем покинули Землю. Под воздействием распространенной ими ядовитой биомассы люди вымерли или мутировали, потеряв всякие остатки разума и совести. Бывшие мегаполисы превратились в руины, и единственная надежда человечества — потомки тех счастливчиков, которые спаслись на орбитальной станции под названием Лапута. Отныне мы снова отстраиваем базы так, как посчитаем нужным. Фантазию ограничивает только размеры территории. Здания, не уместившиеся на одной базе, приходится возводить на другой, после чего соединять их в единый комплекс при помощи дорог. За все это мы расплачиваемся ресурсами, которые надлежит выкачивать из подконтрольных земель. Каждая игровая провинция населена одной из существующих в игре рас — людьми, киборгами, культистами, псиониками, мутантами и инопланетянами. С теми из них, кто еще способен общаться, можно налаживать дипломатические отношения. Большую часть игры, как и раньше, мы будем проводить в тактических миссиях. Здесь нововведений не слишком много. Во-первых, вернулась многоэтажность. Во-вторых, появились новые типы солдат, которые обладают интересными способностями. Киборги умеют вкручивать в тело имплантанты, а псионики видеть сквозь стены. В общем и целом, все на уровне предыдущей части. Потенциал у боевой системы неплохой, но реализован он не до конца. Стрельбу в разные части тела можно вести только из снайперской винтовки. Практически все противники используют исключительно тактику лобовой атаки и не используют укрытий. Игра щеголяет графикой трехлетней давности. Движок, доставшийся в наследство от первой части, был устаревшим еще в конце 2003 года. А сейчас о таком технологическом уровне и говорить как-то неловко. В отличие от предыдущей игры, Афтершок гораздо больше похоже на оригинальную серию. Самое заметное нововведение это экономический режим. В одном из писем, присланных вами, был вопрос, как решить проблему нехватки производства. Отвечаю, если у вас построено несколько одинаковых заводов, пусть даже в разных базах, производство будет вестись значительно быстрее. Еще один вопрос был посвящен проблеме в отношениях с провинциями. На протяжении всей игры постарайтесь выполнять все их просьбы. Сама миссия в любом случае принесет опыт команде. Кроме того, будут трофеи, особо ценные в начале игры. И, наконец, любая миссия улучшает ваши отношения с какой-либо расой, что легко выражается в ресурсном эквиваленте, а также может принести вам контроль над провинцией. Итак, общая стратегия проста. Штурмовая команда, мотающаяся вверх-вниз, обеспечивает контроль над провинциями. Новые провинции обеспечивают приток ресурсов, лабораторий и заводы. В итоге получаем новое снаряжение для штурм-команды, позволяя ей более эффективно обеспечивать нас новыми провинциями. Индустрия кино и компьютерных игр уже давно работает рука об руку. А с появлением The Movies они и вовсе стали единым целым. Экономический симулятор киноиндустрии дает нам возможность подбирать актеров, строить декорации, сочинять сюжет и, наконец, снять собственный фильм. А знаете, я думаю, что он должен быть как раз о том, как делаются компьютерные игры. Поразительно, но до сих пор никто не догадался сделать игру про кино. Никто не знал, как именно должна выглядеть такая игра. Каким образом заставить компьютерных персонажей делать то, что им положено по сценарию. Как написать этот самый сценарий. Как смонтировать получившийся видеоматериал. В общем, вопросов много, а ответов на них практически нет. По всем этим причинам, господа разработчики компьютерных игр, многие годы предпочитали окучивать более доступные и понятные темы. Индустрии нужен был свой Колумб, который не побоялся бы рискнуть и открыл бы для всех их новый континент. Игры про кино. Выступить в этой роли решил хорошо знакомый нам всем Питер Мулине. Человек, который подарил миру такие гениальные вещи, как Populous, Dungeon Keeper и Black & White. Официальной датой выхода The Movies от студии Lionhead считается 10 ноября 2005 года. В России игру издает компания 1S. Локализованная версия вышла в апреле и получила название The Movies «Фабрика Крёс». Купить фирменный бокс с тремя CD-дисками можно в среднем за 350 рублей. От вашего компьютера The Movies потребует 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ видеопамяти, а также процессор Pentium 4 с частотой 1,6 ГГц. Итак, в карманах у вас солидный капитал 150 тысяч баксов. На дворе 1920 год. Время юности и наивности кинематографа. Перед вами средних размеров участок земли в Голливуде. Пока что он пуст. У проходной стоит только маленький домик, перед которым выстроилась очередь. Нет, не актеров. Пока лишь потенциальных рабочих, строителей и уборщиков. Но учтите, что взять на работу можно только тех рабочих и актеров, которые сами пришли наниматься. Очень часто служащих будет не хватать. И некоторых вам придется перебрасывать с уборки на строительство или в свиту капризной звезды. Затем надо облагородить вашу территорию. Все постройки делятся на три группы. Административные здания, декорации и все возможные украшения. Тут начинаются первые тонкости. Во-первых, места на участке заведомо меньше, чем нужно для того, чтобы построить все декорации. Свободную площадь придется экономить с самого начала. Во-вторых, производство фильма это жуткая суматоха. Съемочная группа, актеры и режиссер бегают от декорации к декорации и мешаются друг другу. Если застроить площадку неудачно, фильмы будут сниматься дольше, а время, как известно, никого не ждет. Теперь несколько слов о самой съемочной группе. По сути своей, они никак не отличаются от тех же строителей и уборщиков. И у тех, и у других нет индивидуальности, нет возраста, они не стареют и не уходят на пенсию. У всех есть только одна характеристика – навык в своей области. Например, если взять опытного уборщика и бросить его на ремонт декораций, он начнет развивать второй навык – строительный. Первый при этом никуда не денется. От предыдущих творений Питера Мулине The Movies отличает то, что игрокам дается уникальная возможность создавать собственные фильмы. Это то, что переводит игру в разряд культовых долгожителей. Мулине, наконец-таки, придумал проект, который можно продавать вечно. Как Сидмейр продает цивилизацию, а Уилл Райт – The Sims. А теперь позвольте дать вам несколько полезных советов по игре в The Movies, а также ответить на часто задаваемые вопросы. Первый вопрос. Как лучше распорядиться доходом и сколько платить сотрудникам? Будьте внимательны. Обделенные деньгами актеры могут расстроиться, что существенно повлияет на их игру в фильме. Поэтому зарплата должна быть примерно равной у всех. Исключение составляет лишь пара ключевых звезд, которые вы растите специально под Оскары. Ушим-то точно не стоит ни в чем отказывать. Далее. Сколько актеров нанимать? Вопрос хороший. Для начала хватит двух актеров и одного режиссера. Как только освоитесь в игре, вы можете довести число творческих работников до шести. Так вы сможете снимать одновременно два фильма. Больше не рекомендую. К тому же шесть окошек с мордочками актеров максимум, который умещается на экране одновременно. А теперь небольшой совет лично от меня. В начале игры лучше всего снимать комедию. Причины две. Во-первых, для этого жанра нет жестких требований по внешности и возрасту актеров. А во-вторых, в начале двадцатого века произошли события, которые сделали комедию самым популярным жанром. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Напоминаю вам свой имейл faq-sobaka-musdifestv.ru С вами был Борик. Увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok